здравствуйте дорогие друзья добрый день хотя ну какой он добрый потому что с ужасных новостей начался этот день ужасно начинается конечно этот год вот и я закрываю пока что все ролики которые должны были выйти сегодня потому что во первых из уважения конечно же к погибшим к их семьям и без сомнения конечно выражаю выражаю свои соболезнования небольшой любитель выражаю соболезнования я же не президент да но если эти люди меня слышат я я скорблю вместе с ними конечно же плюс любая конечно же новость любое там информ событие какое-то там она будет перебита вот этой новостью мы тоже конечно же о нем скажем при этом я не хочу плодить множество версий они у меня конечно же роятся в голове и без сомнения это очень странное совпадение как по мне да то есть если мы если речь идет о технической неисправности при которой загорелся весь самолет я когда видел это видео которое было опубликовано то как горит самолет о том как он падает в итоге я подумал возможно фейк да ну вроде бы как сейчас подтверждается для того чтобы так загорелся самолету какая техническая неисправность когда говорят ошибка пилота ошибка пилота которая привела к возгоранию самолета что это за ошибка пилота ну вот ну без сомнений это очень странное совпадение что в регионе в котором сейчас такое напряжение через несколько часов после того как мы из-за ирана мы были обстрелены была обстрелена территория ирака до происходит именно вот такое опять украинский борт да и опять ну и опять множество аналогий скажем так который не хорошая аналогия при этом вполне возможно что уважает боинг я не знаю пока что я знаю одно что сейчас эту ситуацию комментируют некоторые животные комментируют странным образом я даже не имею ввиду экс народного депутата бригинца который рассказал что 185 погибших украинцев да окей но я во первых я не знал что на украинском национальном радио а это радио променем то вот промен вот это вот это очень серьезное знаете оружие массового поражения для сел для людей вот там в селах там во всяких то многих есть такие радио точки этом брехунец но мы постоянно что-то брешит да так вот в этом году выделено насколько я знаю в два раза больше то бишь два миллиарда на содержание вот это все юапеша но я так понимаю что деньги выделяются никто не контролирует что там происходит мы помним прекрасно как они сражались за петра алексеевича порошенко и как они мочили владимир александровича зеленского но теперь я вот начал смотреть кто у них ведущими и обнажил там даже богдана будкевича вы помните это животное абсолютное причем животное которое иногда делает вид что он там что-то шутит до самая самая смешная история связанная с ним это когда мы их разыграли когда он на канале президента тогдашнего порошенко появился на абсолютный вброс да не начали его распространять в это в это все помните там были такие два биба и боба 22 журналиста да но вот я смотрю он пристроился уже на этом национальном радио то бишь украинцы своими налогами оплачивают вот это вот теперь давайте послушаем еще хочу звернути увагу я дуже сильно очекую на будь-якие вкиды сбоку російських засобей в массовой дезинформации яки дуже люблять працювати в таких умовах это для них яку знаете у всех трупоидов это завжди прекрасный час для своих информационных спецопераций я обязательно начинать рассказывать про российские средства массовой информации причем про фейки это рассказывает человек который запускал просто катастрофические фейки причем тут за собой российской массовой дезинформации мы мы их не читаем мы их не смотрим мы слушаем украинское национальное радио хотим там услышать какую-то информацию внятную слушайте прям уже дуже очекую поведомлений от российских от этих всяких шарашек и потом разгоняниться информации шумовляв случайно ж до цего мало стосунок американцы американцы не могут иметь к этому отношения никакого ну то есть это невозможно чтобы американцы имели к этому какое-либо отношение априори невозможно меня очень смутило заявление конечно же украинского посольства о том что исключена версия теракта как это так что это значит уже провели собственное расследование или вы очень хотите выслужиться перед теми людьми перед какими-то людьми потом они удалили эту информацию очень странные телодвижения с одной стороны конечно же для того чтобы не разгонять типа чтобы не было вот еще больше напряжения когда они скажут не исключена версия там можно вообще промолчать но именно категорично говорить исключена как это а если покажут самописы что-то другое и ну я уже бачу просто деякие поведомления мовляв ой сегодня же ночи значит иран нанес удар по американских базах и федеральное агентство авиасполучения американские оголосило без полетную зону на территорию ирана ираку ну значит вот мовляв напевно наш летак сбили американцы а разве это не логично разве оно вот просто само в руки не идет это сравнение ну хорошо если бы произошло отказ двигателя там какое-то возгорание это новый самолет тут кмау действительно придолбаться ну не 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 к чему разве что к тому что они даже не потрудились известить примеру там жену уже вдову одного из пилотов с ней разговаривали в эфире украинского телеканала он сказал что я никто не звонил никто даже ничего не сообщал да вот поэтому можно по другому нельзя 16 года самолет 6 января было очередное его обслуживание новый самолет хороший самолет что могло вдруг произойти так вот если бы это произошло где-то в африке с боингом то сказали бы ну да действительно кошмар но такое случается происходит это именно там именно в то время когда оно по идее ну это странное совпадение закликаю всех бути дуже обережными я впевнен что вот саме это так и делается приблизительно все эти истории про испанских авиадиспетчеров это если бы раптом забыли это один из главных фейков был своего часа когда россияне сбили малазийский боинг над донбасом вот тогда были вот такое вот вынуждены слушать люди у которых он работает брехунец и вы понимаете что она же действует на нужно подкорки откладывается постоянно вот это вот каждодневная пропаганда только одна программа я могу себе представить какой треш там несется за государственные деньги каждый день не меньше ты дуже добра информация про те что слава тоби господи абсолютно большинство людей на борту этого летака не были украинцами как можно оценить вот это заявление ну можно сказать что психически не очень нормальный человек да ему дали возможно там вести свою передачу можно оценить это как плевок в лица всем тем на людям чьи близкие из других стран погибли на этом борту что значит слава тебе господи ну вот 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 почему потому что это уже не какая-то там программа частного телеканала это государственное радио то есть на государственном радио радуются вот этому отже за информацию РНБО на цьому борту было зареястровано 168 пасажир и 9 членов экипажа и взагалі среди всех загиблих было только 15 граждан украины среди которых два пасажири а инши это были члены экипажа а ну такое ну пустячок в принципе ну что там а а иншими пасажирами были от кто иранцов было 71 канадцев 73 4 нёмца 3 английца 8 шведов и 6 граждан страны афганистан этих вообще не жалко можно так сказать государственное радио он еще раз повторяет свой трешак вот такая информация я так розумею это уже официально можно говорить про это ну это все равно жахливая трагедия жахливая трагедия але а я вам уже говорил что все что сказано перед але перед но это собачье дерьмо але я вам повторюсь и слава богу далеко не все были украинцами ну и это единое может хоть хоть я кость может быть разрадую да 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 может быть разрадую он там несколько раз упомянул да 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 жахливая трагедия але але это позиция официальная позиция получается украинская потому что если бы на немецком официальном государственном радио сказали о том что слава богу немцев там не было на этом разбившимся с украинцами самолете да это было бы воспринято реально как плевок лицо как оскорбление ну государство как-то за оскорбление этих граждан которые погибли и так далее и тому подобное здесь это просто это одна передача это одна передача вот это вот просто я посмотрел не вырывая из контекста да вы можете перепроверить да я вот это вот послушал и подумал что они делают еще на этом радио и почему до сих пор никому в голову не пришло выгнать на хрен алла санью выиграть на выгнать на хрен вот этих вот всех которые там сидят заскорузлые вот это вот банда которая там сидит много-много лет получая колоссальные средства не каждый год говорят им не хватает по миллиарду по два миллиарда на вот это вот телевидение которое никто не смотрит но на бреху нет который слушают все и который каждый день капают своей низкопробной ужасающей мерзкой пропагандой на уши украинцев я прошу пожалуйста кто-то там там еще есть тут это вменяемый еще не из бодуна до во власти ребята пожалуйста а обратите свое внимание на то что происходит на государственном телевидении и на государственном на государственном радио кому вы вообще позволяете даете возможность вещать оттуда вы хотя бы вы хотя бы знаете кто эти люди и почему тот же самый алла санья да который сотоварищи сделал так что вы на евровидении не поехала выигрышная морозда почему они до сих пор при власти при деньгах и вот это вот могут такое творить все у меня все у меня вот все мои вопросы потому что эти ублюдки должны были отметиться даже вот в этой трагедии вот каким-то образом надо же было отметиться в слава тебе господи идиотизм какой все друзья спасибо большое за внимание я буду давать какие-то какую-то информацию только когда у меня сложится в голове полная картина а для этого надо чтобы прошло время и бесполезно призывать людей которые хотят просто хайпануть на этой теме не хайповать